здравствуйте дорогие друзья меня зовут илья и сегодня мы с вами продолжаем говорить про всякие штуки связанные с криптографией это урок 5 в данной серии сегодня мы поговорим о цифровых подписях и в частности о такой проблеме как signature mobility прежде чем начать напоминаю что можно поддержать канал материальной информация в описании также вступайте конечно в наш чат telegram пожалуйста поставьте лайк этому видео это будет весьма не лишним в принципе про signature mobility мы сами говорили в другом плейлисте который связан с solidity эфириум мне хотелось бы подробнее немножечко затронуть эту тему как кажется она довольно интересная в первую очередь да нам нужно сказать что цифровые подписи у нас естественно повсюду абсолютно они используются для того чтобы удостоверить что именно я отправляю то или иное сообщение не кто-то другой также можно удостоверить целостность до этого сообщения короче штука очень полезная то есть например все транзакции которые мы отправляем там в том же эфириум они естественно подписываются дорогие друзья здесь мы говорим именно про криптографию эллиптической кривой поэтому если вы про это еще урок не смотрели не знаете как это работает обязательно гляньте потому что это критически важно но я на всякий случай просто напомню основные принципы если вы их помните хорошо вы можете перейти сразу к следующей части данного видео так вот у нас есть с вами такая вот кривуля которая описывается определенным уравнением как мы уже знаем но можно здесь менять вот эти параметры а и b чтобы эта кривуля немножко менялась но факт заключается в том что вот она какая-то примерно такая будет и в частности если мне нужно получить там скажем открытый ключ пользователя на этой кривой то что я делаю я соответственно задаю изначальную генераторную точку и также есть какое-то определенное случайное число к которое на самом деле будет скорее всего очень очень большим и затем я свой открытый ключ просто могу посчитать по элементарной формуле что к значит умножить на вот эту генераторную точку но по факту это просто обозначает что я эту генераторную точку а там складываю 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 с собой сколько-то раз и поэтому я из этой изначальной точки могу там перейти в следующую точку из этой точки я могу там перейти в какую-то следующую точку из этой перескакиваю в другую ну и так далее то есть этот замечательный процесс мы с вами в принципе помним то есть в итоге мы оказываемся где-то на этой кривой и вот то где Где мы, собственно говоря, окажемся, вот это и будет наш, по большому счету, открытый ключ, и из этого открытого ключа восстановить закрытый ключ, то есть вот это вот, значит, К, это вообще нереалистичная абсолютная история, потому что там гигантские совершенно числа. Ну хорошо, то есть это мы с вами вспомнили. Теперь поговорим именно про подпись. Значит, подпись, на самом деле, у нас состоит, по крайней мере, из двух частей. А эти части называются R и S. На самом деле, эти две части, каждая занимает по 32 байта информации, дорогие друзья. То есть это просто числа, которые влезают в 256 бит. Это, во всяком случае, то, что идет по дефолту, хотя чуть позже мы узнаем, что там есть еще один параметр, применительно к эфириуму. Естественно, интерес представляет то, как эти компоненты считаются, откуда они берутся. Значит, в первую очередь у нас с вами есть наше сообщение, которое мы запишем как M. Это просто последовательность байтов какая-то, в которой может содержаться что угодно. Это может быть, например, инструкция, что я кому-то перевожу какие-то токены или что-то в таком духе. Затем я считаю так называемое I. I это по большому счету хэш от нашего изначального сообщения. Затем, дорогие друзья, мы можем с вами посчитать на нашей кривой точку, которая выражается как х1, значит, у1. Что это за точка и откуда она берется? По факту мы опять берем нашу генераторную точку и делаем умножение опять на какое-то случайное число, дорогие друзья. То есть мы опять делаем те же самые прыжки по этой кривой, как это было в случае с открытым ключом. То есть здесь процедура точно такая же. То есть проделав сколько-то этих прыжков, мы окажемся в какой-то точке, очевидно, правда ведь. После чего вот из этой точки мы с вами считаем R. Это одна из частей подписи. Вот это R на самом деле считается абсолютно элементарно. Элементарно берется координата по х и делается вот эта операция modulo с значением n. Что такое значение n? Про это я рассказывал в прошлом уроке, либо вы можете почитать про это в моей статье у меня в блоге, где тоже это очень простым языком объясняется. По факту n это порядок кривой так называемый. То есть, например, для кривой, которая используется в эфире, это значение равно вот такой штуковине. То есть это столько возможных точек есть, по большому счету, на этой кривой. Это называется порядок кривой. У нас получается, соответственно, вот эта замечательная R. Это шаг номер 2. И затем шаг номер 3 нам нужно посчитать S. Вот S считается по несколько более сложной формуле. Значит, это считается по формуле такой. Значит, берется наш вот это K в степени минус 1, дорогие друзья. И потом это дело все умножается на наше, значит, вот это полученное сообщение. Ну, потому что это хэш, значит, этот хэш можно перевести там в обычное целое число. Здесь у нас идет плюс. Потом мы берем наше значение R, которое уже известно. И затем мы все это дело еще вот здесь умножаем на значение, ну, скажем, назовем его, например, D. Вот это D, это на самом деле, ну, приватный ключ, по большому счету. Здесь можно писать PK. То есть, это приватный ключ юзера, который уже у нас, естественно, известен. Потому что, ну, юзер подписывает сообщение, естественно, у него у самого есть свой приватный ключ, ясное дело. Поэтому вот таким образом подпись привязывается к закрытому ключу. Ну, на самом деле, относительно этого S тоже тут делается. Вот так вот еще моджула, тут тоже, значит, берется этот N. То есть, вот этот порядок кривой у нас получается некая финальная версия этого, значит, S. В принципе, все. То есть, таким образом у нас получаются две части этой подписи. Но на самом деле, если посмотреть в реализацию Ethereum, там появляется еще какое-то загадочное значение, которое называется V. И это значение V, оно занимает всего ничего. То есть, оно может занимать там всего один байт. То есть, по факту, в Ethereum вся подпись занимает не 64 байтов, а 65 байт. Зачем это число V нужно? По факту, если посмотреть в Ethereum Yellow Paper, то V может иметь всего два значения – 0 или 1. Это можно найти, на самом деле, в аппендиксе под названием F. Вот здесь про это совершенно четко сказано. То есть, V – это так называемый recovery identifier. Ну, соответственно, зачем он нужен? Тут все очень сложным языком описано. А суть, на самом деле, в следующем. Я считаю, что когда мы получаем вот этот R с вами из вот этой точки, то мы в учет принимаем только вот этот замечательный X. Но мы нигде не принимаем в учет, на самом деле, Y. И потом, когда нам надо проверять валидность этой подписи, то получается, что мы не знаем, какой там Y был изначально. Но прелесть, значит, кривули нашей заключается в том, и об этом мы тоже с вами, на самом-то деле, говорили в прошлом уроке, что у нас, эта кривая вершина, у нее есть интересное свойство, что на каждую координату приходится только две точки, что, в принципе, видно вот здесь вот. То есть, вот мы знаем, соответственно, координаты вот по X. И, в принципе, такая может быть ситуация, что по Y там вот два варианта. Один Y может лежать здесь, а другой Y может лежать здесь, и мы не знаем, про какой Y там идет речь. Но суть заключается в том, что там всегда одна координата по Y будет четная, а другая, на самом деле, нечетная. Это вытекает из свойства самой кривули вот этой. То есть, по факту, даже если я знаю только X, то выбрать Y там, ну, это тривиальная достаточно задача. Но для того, чтобы процесс вот выбора конкретного Y, там, немножко, так скажем, оптимизировать, да, то мы как раз используем вот это значение V. То есть, там он тоже, опять же, в Yellow Paper это говорит на самом-то деле. То есть, смотрите, что если значение равно нулю, то тогда мы говорим, что Y должен быть четным. А если значение равно единице, тогда, наоборот, Y берется нечетной. То есть, вот как, грубо говоря, из вот этого R, который вроде как завязан только на X, мы можем обратно получить Y с помощью вот этого V. То есть, на самом деле, наличие этого V не обязательно. Там можно и без V тоже понять, какой Y на самом-то деле был, но просто это немножко сложнее. А для оптимизации этого процесса вот был внедрен вот этот V. Ну, здесь, правда, может тогда возникнуть вопрос, зачем мне вообще этот Y получать, потому что он вроде как нигде не фигурирует. Но факт заключается в том, что в Ethereum, когда вызывают, например, функцию ESI Recover, мы там с вами пытаемся понять, кто вообще это сообщение подписал. А чтобы понять, кто его подписал, нам нужно, соответственно, понять, какой публичный ключ был для этого использован на самом-то деле. И этот публичный ключ, по факту, там он, ну, опять же, из-за определенных особенностей в криптографе, о которых мы сейчас говорить не будем, этот публичный ключ, он на самом деле, ну, вытекает, по большому счету, из R. А коль скоро публичный ключ — это две координаты, да, X и Y, на нашей кривуле, то нам, соответственно, нужно знать, о каком Y идет речь. Потому что из этого R там понятно только, какой был X, а какой Y был непонятный. И поэтому, когда мы пытаемся понять, что было за публичный ключ, мы, собственно говоря, и пытаемся установить, какое там было значение Y, а для того, чтобы это установить, мы используем, собственно говоря, V. Ну, а если мы знаем публичный ключ, то, понятное дело, мы можем понять, что за адрес подписывал сообщение, ну, потому что адрес элементарным образом получается из публичного ключа. То есть, в принципе, здесь все завязано одно на другое, грубо говоря. Ну, это мы более-менее поняли. Теперь предположим, что я хочу верифицировать, значит, подписанное сообщение, что я для этого должен сделать. Для этого считается сначала такая вещь, как W. И говорится, что мы берем часть подписи S и делаем, соответственно, это дело в степени минус 1, и опять используем операцию моджула и используем N. Но N, он известен абсолютно всем, потому что это, ну, стандартное значение, поэтому тут никакого секрета нет. А затем считается U1. U1 считается как наш вот это хэш нашего, соответственно, сообщения, умноженный на вот этот W. Вот, и, ну, здесь тоже на самом деле будет мод N. Дальше считается U2, дорогие друзья. Он считается как часть подписи R, опять же, умноженная на это W, ну, и опять здесь вот этот моджула N. После чего считается точка, которую можно задать, как, например, x2, y2. Считается она, соответственно, с помощью U1, которая перемножается опять на генераторную точку, которая, опять же, всем абсолютно известна. Это, опять же, не секрет. И вот эта штуковина, дорогие друзья, перемножается на, например, P большое, где P большое это public key. Это открытый ключ, значит, юзера, который, соответственно, публично известен. Мы берем вот это значение x2, делаем здесь опять операцию моджула, которая уже набила оскомину абсолютной, делаем здесь сравнивание вот с этим R. Ну, по большому счету, то есть, подпись верна, если вот это вот утверждение тоже верно. Если нет, то, соответственно, нет. Но теперь здесь как бы возникает какая проблема, что из-за того, что у нас на кривуле может быть потенциально два значения y, естественно, для одной точки, то из этого вытекает свойство signature mallability. То есть, mallability – это можно перевести как возможность изменить нашу цифровую подпись таким образом, что после изменения она все еще останется, грубо говоря, валидной на самом-то деле. То есть, по факту, если мы говорим, что пара R, S является валидной, то на самом деле также валидной будет являться пара R минус S с операцией моджула N. То есть, и это тоже будет корректным, потому что мы опять видим, что у меня по y здесь может быть две координаты. Доказать это – это значительно на самом деле сложнее, но факт в том, что вот это так работает. То есть, если мы возьмем вот эту вот штуку и задействуем ее в наших вот этих вот замечательных формулах, то по факту замена нашего изначального S вот на такое значение все равно приведет к тому, что вот это утверждение останется таки верным. А вопрос заключается просто в том, как бы нам так защититься от вот подобных атак, что кто-то нам пришлет другое вроде как подписанное сообщение, но при этом все равно подпись там останется верна, то есть вот это утверждение все равно вернет истину. Ответ здесь на самом деле очень простой. Просто ограничивается значение вот этого S таким образом, чтобы оно лежало в определенных пределах. То есть, если S, грубо говоря, там слишком большое, то мы просто его не принимаем в принципе. К большому счету что делают? Говорят, что S должно лежать в нижней половине порядка нашей вот этой кривой. То есть, мы весь наш порядок кривой, грубо говоря, вот этот T делим на 2 и говорим, что S должен там лежать только там в меньшей половине. А если он там лежит в большей половине, мы просто его не принимаем и все. Фактически схема решения этой проблемы заключается вот ровно в этом. Поэтому если мы посмотрим на OpenZEPLIN'овское решение, где они делают recover, то есть, они смотрят, что вот на основе хэша и вот этих значений VRS, кто подписал сообщение изначальное, да, мы тут видим, что у них вот какая-то такая странная проверка здесь делается, и она делается явно относительно S. Почему-то он говорит, что он должен быть меньше либо равно, чем вот это значение. А знаете, что это за значение? Ну, вот это как раз и есть на самом деле вот этот lower half, так называемый, нашего с вами порядка N. То есть, вот еще раз я вам напоминаю, что вот этот порядок равен вот такому числу. И если, дорогие друзья, мы это число возьмем в виде хексадесима, поделим на 2 и конвертируем в 16-ти ричную систему счисления, мы увидим 7F, заканчивается B2, 0, A0. Смотрим сюда. 7F, B2, соответственно, 0, A0. То есть, это как раз, мы только что с вами доказали, что это число берется вообще не с потолка. Это конкретно N, поделенное на 2. То есть, мы просто делаем некое ограничение для этого S, таким образом, чтобы у нас не получилась ситуация, что мы можем, грубо говоря, быть то по одну, грубо говоря, сторону кривой, то по другую сторону кривой, но если говорить относительно, да, там, оси, по большому счету. Поэтому вот, что делает эта проверка. Она как раз запрещает ситуацию, что вроде как могут существовать две подписи, но при этом там S может быть то такой, то сякой. То есть, вот в чем здесь заключается, на самом деле, вот эта вот суть, дорогие друзья, зачем все это вообще нужно. Вот единственное здесь, в чем может вопрос быть, почему тут V сравнивается почему-то с 27 и 28. Ну, на самом деле, там за кулисами V все равно имеет значение 0 и 1. Ну, в какой-то момент они просто сказали, что давайте мы там использовать бы мне 0 и 1, например, а 27 и 28, ну, вот потому что. Ну, а по факту, вот, смотрите, что 0 и 1, это и есть 27 и 28. Ну, то есть, никакого там, не знаю, великого смысла в том, что это именно такие значения здесь нет. Ну, вот, просто было сделано такое решение. И из этого мы делаем с вами очень простой вывод, что если вы работаете с криптографией электрической кривой, то лучше использовать уже, например, библиотеку от OpenZeppelin, где такая защита встроена. Вот, ну, на этом все. Я надеюсь, этот урок был полезен и интересен для вас. Благодарю вас за внимание и увидимся в следующих видео.